здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я нахожусь в лесу я каждый день делаю спортивные прогулки потому что я уже говорил когда-то что я тренируюсь потому что я хочу со своим сыном зайти на высочайшую вершину африки килибанжаро я эту цель поставил когда-то совсем давно и решила что когда мой сын вырастет станет большим и сильным настолько что сможет меня в случае чего вынести с гор то мы с ним должны подняться на эту гору и сын вырос в общем то и через год я планирую не этим летом а следующим уже с ним ехать на килибанжаро но речь не об этом поэтому я тренируюсь и у меня рядом лес каждый день я хожу здесь по 5 километров спортивная прогулка спортивно тренировочная прогулка и в последнее время да и здесь же ходят но некоторые соседи которые живут недалеко они тут собаками гуляют и так далее вот и мы последнее время с ними стали замечать некую активность в лесу ну то есть в разных местах разве то что-то раскопано и при этом валяются какие-то регулярно обрывки изоленты полиэтилена но мы считаем что это наркотики есть люди которые закладывают эти наркотики они потом фотографируют то место запоминают где-то геоданные куда-то скидывают а потребитель наркотиков наркоманы соответственно после оплаты находят эти места и как раз вот они раскапывают ну вроде бы кажется что это такая милая безобидная игра но на самом деле нам это совсем не нравится нам это местным жителям которые здесь гуляют мы все друг друга знаем и мы прекрасно видим здесь посторонних потому что ну мы живем на отшибе здесь лишнее только свои обычно бывают и нам это крайне не нравится во первых во вторых ну я разговаривал с соседями они говорят один говорит вообще надо взять ружье и стрелять к чертовой матери и ну просто подумайте лес у вас поймал некто за закладкой застрелят к чертовой матери и никто не найдет кто откуда ну хладный труп да и может быть это даже к лучшему еще вариант вот собачки вот такая с меня размерчиком и уже спускали этих собачек на таких как вы вот ну и кроме того есть еще полиция которая кажется все таки работает и ну лет пять назад наверное это особенно активно было вот это распространение наркотиков в нашем районе и лично я видел несколько раз несколько раз не раз как арестовывали закладчиков и если вы надеетесь что заработать как-то и что многие говорят что нет вариантов заработать никаких что вот безвыходное положение или что вот я сейчас заработаю меня никто не поймает поймают и вероятность этого сто процентов я вам точно могу сказать то есть не поймают один раз не поймают другой раз на 5 не поймают может быть на 10 поймают и сейчас я хочу это подтвердить еще раз но вот на днях был случай иду его также по лесу и как раз смотрю стоит молодой человек в сторонке и копается в телефоне одет прилично надо сказать что закладчики обычно одеты прилично в отличие от наркоманов вот копается в телефоне он меня не заметил копается в телефоне но я прохожу он меня не замечает но он стоял вдалеке и ну я приостановился думаю что он будет делать если он будет закладывать час ну в принципе шугану по крайней мере потому что с ним еще сделаю вряд ли его смогу как-то вырубить ну и скорее всего он убежит вот и я такой остановился смотрю что он дальше будет делать он ковырялся ковырялся в телефоне и пошел по направлению к ну там бревна лежали спиленные я думаю ну все сейчас будет закладывать но он прошел пару шагов остановился и снова в телефоне роется вот потом смотрю поворачивается и тут он заметил меня собственно говоря но я ему так недобно недобро кричу вы чё тут ищите но он такой смотрит на меня ну совершенно простым взглядом таким горит обнинске ищу а что тут город дорогу и я ему так так же недобро отвечаю но если вы действительно ищите обнинск то я вам могу помочь он вообще с таким удивлением вы что здесь еще можно искать но я понял что это судя по всему не закладчик вот и я ему сказал пойдем я покажу тебе дорогу ну и мы с ним идем разговариваем он сказал что он ну специалист какой-то там то ли его вызвали по работе то ли еще что короче говоря там за лесом есть институт атомной энергетики студенческая общага там что-то еще телебашня какая-то вот куда-то туда ну он что-то сделал и решил пойти напрямую через лес в обнинск ну чтобы крюк не делать и заблудился собственно говоря так вот что обнадеживает сразу же после того как он заблудился ну он зашел в лес недалеко прошел навстречу ему трое парней а он один в лесу февраль и они к нему ну он конечно перепугался подходит и говорят телефон давай да все конечно нагнать и телефон все забирайте даже не спрашивал ничего значит отдал телефон и вот кстати место раскопок где судя по всему наркотики были он такой горит я отдал им телефон они забрали телефон включили его и что-то горит начали копаться в нем покопались но он думал что сейчас рюкзак отберут там деньги там все покопали в телефоне говорит отдали телефон и пошли я вообще ничего не понял а я говорю это оперативники были они искали в телефоне приложение и если бы нашли то это значит что ты там закладчик или наркоман и он такой что разве я похож но я ему сказал что типичный закладчик но дело в том что я их видел конечно же и и видел как их берут да он был типичный выглядел как типичный закладчик поэтому но судя по всему он не такой во первых а вторых что я могу сказать что есть надежда посмотрите ну эти трое парней судя по всему были оперативники и как раз они отлавливают тех подозрительных которые просто взял и пошел в лес не местных и я могу сказать точно что грозит ну я этим интересовался конечно же и потому что мне не нравится я общался с полицией по этому поводу если поймают полиции в полиции у нас в принципе достаточно умные люди они все понимают подбрасывать наркотики они никому не будут вот они говорят что нам нужны доказательства вот если будут доказательства да мы прям сажаем напрочь и они это делают в газете я но не в газете в соцсетях вижу регулярно публикации что вот там поймали там учителя физкультуры который закладывал там еще кого-то поймали я сам говорю лично видел то есть ловят и вот этот случай с парнем говорит о том что поймают и если кто-то говорит что нет другой возможности заработать деньги что вот это все вынуждено и так далее ну во первых вы заработаете ну скажем 100000 до разделите эту то что вы заработаете на 7 лет тюрьмы и после этого все равно испорчена жизнь полностью то есть подумайте она того стоит или нет во первых во вторых не надо говорить о том что нет возможности это отмаз на самом деле возможность всегда есть и как раз на своем канале я рассказываю таких возможности как заработать как начать зарабатывать если нет денег да я сам был в таком положении что на 2 миллиона рублей долгов и не некуда деваться в общем то вот очень тяжело было да надо было зарабатывать выбираться было чудовищно сложно но я это сделал и сейчас у меня просто нет долгов наоборот я накапливаю деньги и создаю источники пассивного дохода то есть я своим примером показываю что ребята из любой ситуации есть выход и всегда можно заработать и распространение наркотиков это прямая дорога в тюрьму а не к заработку поэтому лучше оставайтесь на моем канале лучше ищите способы заработать но еще я могу сказать может быть кого-то не вдохновит это но посмотрите кругом как много среди нас сейчас всяких гастарбитеров которые приехали откуда-то из киргизии из таджикистана из узбекистана эти люди плохо говорят по-русски они плохо понимают русский менталитет но они приехали сюда зарабатывать деньги ничего не знаю вообще об этой стране о россии может быть но при этом почему-то им таджиком киргизом которые плохо говорят по-русски им удается заработать деньги они их зарабатывают и очень многие зарабатывают не так мало как кажется они зарабатывают очень неплохо потому что они работают а я хочу сказать что вы красивые молодые здоровые и вы хотите сказать что вы хуже чем таджики да не в жизнь вы лучше поэтому ищите нормальные способы заработка честного платите налоги и не ищите отмаз то есть вот этот вот кажущийся легким путь он ведет в тупик но еще могу добавить что мы местные жители совсем не рады вот этой деятельности и мы с ней боремся как можем сосед вот говорит что будет из ружья стрелять и я не удивлюсь люди здесь решительные вот вы видели собачек они с меня размерчиком такие собачки ну этих собачек уже спускали на таких как вы если вы распространяете уже спускали понимаете выхода нет это не выход ну и семь лет испорченная жизнь это тоже в общем может кого-то переубедить поэтому друзья мои за честный труд за честный заработок ну и я хочу ко всем кто видит меня напишите пожалуйста как обстоят дела у вас я знаю что меня смотрят во всех уголках страны и даже за рубежом как обстоят дела у вас с этим делом и как вы с этим боретесь это интересно потому что ну говорят что эта проблема есть у всех и во многих районах даже хуже ну а на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи